Наталья, Роза Люксембург, 33, квартира шестая. У нас осталась вот только наша квартира, потому что там надо и трубы, и батареи. У нас там все полопалось, все надо менять. Потому что приходили, они просто-напросто говорят, ну что, делайте за свой счет. Вот три дня у меня мужики были, с 15 на 16, это 16 числа, уже мы утром в 5 часов все быстро слили воду. И потом уже в 8 часов у меня мужики начали работать, 16, 17, вот все выходные. Вот у нее мужчина, а у меня нет мужчин. У меня порывов не было, мы спасли свои трубы. У нас 37 дом. Вот мы два дома спасли. Написала, конечно, улица Роза Люксембург, написала, конечно, это самое, вроде чего, заявление со всеми актами, которые сделаны. Вот это самое, сколько у нас, сколько, да, какая работа у нас произведена была. Но уж как они ответят, там я не знаю. Но если нет того, что пойдем дальше прокуратуру. Так дело не войдет. Красноармейская 30, тоже проблему у нас прорвало сверху крышу, стояк все затопило со второго этажа по первый кипяток. Бабушка 80 лет пострадала, тоже обожглась. Одна квартира у нас так и без затопления, просто трубы срезали и спустили хотя бы, чтобы первый этаж у нас... Размерзлись батареи, палец прям щель. Три батареи размерзлись, вот одна у нас трехкомнатная квартира, и с этой стороны тоже трехкомнатная квартира тоже пострадали. Вот. Помощи, конечно, мы не знаем от кого ждать, пишем везде, не знаем, что... Вот угловая, ничего, они дали, а три дня мучились, потом мы четвертый день, вроде у них пробило, а вот угловая комната... Вот так. Вот ту сторону отогрели мы кое-как. Отопления у нас не было в двух комнатах, это в детской комнате, у нас в зале. Естественно, начали все делать своими трудами, пытаться что-то как-то. В той комнате получилось отогреть, то есть еще не разморозило трубу, вовремя спохватились. Здесь уже то, что труба сама идет, то есть она угловая, крыши, естественно, никто не ченит ничего. Самая угловая, она самая быстрая и схватилась. Все, то есть мы, когда уже пошли хоть что-то как-то спасти, естественно, все это разорвало. Мы, естественно, начали подключать шланги, выводить на улицу, чтобы таркуляция хоть какая-то шла. Первоначально, да, сделали все своими руками, хоть как-то что-то, потому что это в ночь было. У нас стены все мокрые, все у нас тут обвалилось, тут у нас везде капает до сих пор. Ну, парилка тут, боимся запроводать. Еще обвалится, вот это точно, пузыри все обвалят. Света у нас нету, потому что мы боимся, что у нас будет замкнет тут, потому что кипяток лился, это невозможно. Я боюсь дотронуться до всего, потому что тут у нас все обваливается. Батарею снимаем. Снимает батарею. Вот вы батарею снимите, а отопление в зоне кто делает? Ну, ЖЭК, наверное, ЖЭКО там кто-то, наверное. Кто делает отопление у вас в зоне? Ну, я не знаю. Кто-то делает его? Ну, наши, наверное, управляют. Я не знаю, кто делает. Расскажите, пожалуйста, сколько нет у вас отоплений? Ну, вот как отключились в пятницу и нету. А чем согреваетесь? Вот три кирпича на плите стоит. Вот и грею. Правильно, деть не прогрелось у меня, никак не может прогреться. А пол, видите, мы же на земле стоим. Кто-нибудь к вам приходил из администрации из ЖЭКО? Ну, как же, каната приходил к нашей старшей по дому. Что ж они там, знаете, разговаривали, я не знаю. А я вот два дня у сына была, пришла, у меня и там потекла, и вот эта потекла. За октябрь, полмесяца было, 2609. Ну, я думала, перерасчет сделают. Опять принесли 2609. За ноябрь. И за ноябрь. И за декабрь принесут 2609. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...